Константин, как вам кажется, на творчество влияет эмиграция? Она стимулирует творчество или наоборот она в каком-то смысле притупляет творческий процесс? Это зависит от специальности, от творческой специальности. Я думаю, что писателю, поэту, человек, который работает со словом, очень сложно в эмиграции. Потому что связь с языком, просто повседневная связь, язык меняется постоянно. Он растет, он меняется. Ты уезжаешь на год и приезжай, понимая, что ты уже не знаешь каких-то слов, они выпадают. А связь с живым языком, с его развитием очень важна. Поэтому, мне кажется, Бродский так боялся эмиграции. Довлатов так боялся эмиграции. Но если говорить о режиссуре, если ты владеешь языком, то режиссер может себя найти в эмиграции. Я знаю, что многие ленятся. Мой учитель, например, я не знаю, может быть, это правда. Он говорит, Роман Григорьевич Виктюк, он говорит, что режиссер не в состоянии выучить иностранный язык. Он говорит за себя, хотя он в детстве говорил по-немецки блестяще. Это был первый язык, на котором он заговорил, потом он выучил иностранный, польский, украинский, русский. Все для него иностранные языки. Первый был немецкий. По-английски он не говорит вообще. И поэтому для него работа за рубежом была всегда заказана. Он утверждает, что режиссер не в состоянии выучить иностранный язык. Не знаю, я не разделяю эту точку зрения. Мне кажется, режиссер может работать в разных культурах. Потому что театр – такая вещь, она, конечно, не бессловесная, но все равно самое главное в театре – это не текст. Это не текст. И то, что можно сказать словами, можно сказать словами, разумеется, но театр – это что-то еще плюс. И не зря история зарубежного театра, например, для студентов театральных вузов – это одна из основных специальностей. Мы всегда смотрели на то, что делалось в мировом театре, чуть ли не так же пристально, как то, что происходило в русском театре в течение истории. То есть мы не отрывали себя никогда от зарубежного театра. Всегда нашими кумирами, какими-то режиссерами, на которых мы равнялись, были режиссеры зарубежные. Поэтому я считаю, что режиссер в эмиграции, в принципе, выжить может. Хотя, разумеется, иногда думаешь о том, что происходит в России, а то, как развивается театр там, и становится немножко жалко себя. Так что, да, очень-очень-очень сильно зависит от того, от того, в какой творческой специальности ты принадлежишь, скажем так. А если не говорить о языке, есть какие-то другие факторы, которые влияют на творчество? Того же Довлатова, Бродского? Мне кажется, ощущение свободы, ощущение, внутреннее ощущение свободы, которое ты приобретаешь, переломив себя через колено, и всё-таки уехав из того места, где ты не чувствуешь себя свободным, оно постепенно даёт возможность по-другому смотреть на мир, по-другому творить. Потому что, мне кажется, Бродский больше приобрёл, когда он уехал. Он больше приобрёл, его творчество стало другим, и мне кажется, хорошо, что он это сделал, хорошо, что он пошёл на такой шаг. Это было правильное движение. Он всё-таки приобрёл гораздо больше, чем потерялся в миграции. В принципе, я об этом пытался сказать в своём спектакле, о том, что это очень страшно выйти из клетки. Но когда ты выходишь, ты делаешь правильную вещь. Очень многое держит, очень многое связывает. Но выйти-то нужно, нужно заставить себя. Потому что ты приобретаешь свободу, когда ты забываешь отчество у тирана. И это важно, когда государство перестаёт к тебе лезть, когда ты не сравниваешь каждое своё движение с тем, что скажет КГБ. Это даёт возможность забыть о каких-то вещах, о которых, помню, в принципе, человек не должен, не говоря уж о поэте, о творческой личности. И заниматься тем, что ты должен делать. А вы как режиссёр, у вас были какие-то табу о темах, когда вы находились в России? Как у театрального режиссёра? Нет. Меня всегда интересовала тема любви. Меня интересовали отношения между людьми. И я говорил о ней столько, сколько мне хотелось. Я смотрел на своего учителя, который говорил о ней свободно. И говорил о том, что думает, о том, что чувствует. И понимал, что здесь меня никто не остановит. Но, когда я делал документальный фильм, к примеру, в России, там, естественно, они иногда не выходили. То есть, например, когда в России была попытка проведения первого гей-прайда в 2006 году, я сделал сериал небольшой, о, как бы, да, «Иные», он назывался. Он, естественно, не вышел. Более того, я, как бы, снимая материал для этого сериала, документального, я насмотрелся такого, что это, как бы, заставило меня подумать о том, что, может быть, в этой стране гораздо меньше будущего для меня, чем мне хотелось бы. И я понимал, что вот эта тема, она не выйдет на телеканале. А в этом говорить не стоит. Далеко в политику я не ходил, но тоже понимал, до какой степени можно говорить о том, что ты думаешь. А круг людей, с которыми это можно было говорить, не говоря о публичных кругах, он все сужался и сужался. То есть, мне это было очевидно, конечно. В театре нет. В театре я знаю, что все-таки очень многое позволяет. Театр всегда же пользуется языковым языком, если вдруг запрещают основной, и выживает. А какие сейчас стабуированы темы в России? В России все больше стабуируют тему секса, вообще сексуальных отношений между людьми. Это вызывает очень горячее негодование у аудитории, которая вдруг впала в детство и повторяет идиотскую истину о том, что в СССР секса нет. И вдруг начинает говорить о том, что нет, это ужасно, об этом нельзя говорить. А она вдруг эта тема впала в нем. Даже, так сказать, самая распространенная форма секса она вдруг получила негласные и гласные неприятия у публики и у творческих кругов. Вдруг они как-то начали стесняться очень сильно этой темы, понимая, что публика не одобрит. А уж не говоря о том, что какие-то вариации, они вообще ушли в прошлое. Об этом это приравнивается к пропаганде. Пропаганда – это нарушение закона сейчас. Вот это точно ушло. Естественно, никому даже в голову, я думаю, не придет поставить какой-то специальный спектакль, сделать какое-то театральное произведение у политики. То есть назвать вещи своими именами и вдруг сделать такой политический театр. Это просто никто не будет делать. И потом, я думаю, что у власти хватит... Не достанет чувства юмора, чтобы принять это все и спустить на драмазах, мне кажется, будут запрещать, мне кажется, будут закрывать, мне кажется, будут вызывать, куда там сейчас вызывают и задавать вопросы. Мне кажется, это может произойти, но никто просто не будет этого делать. У людей очень здорово включается внутренний цензор. У творческих людей. Вдруг откуда-то включается внутренний цензор. У людей моего поколения, которые... Я вырос в девяносто первом году, у меня было тринадцать. Да, по-моему, тринадцать. Или четырнадцать. В общем, короче говоря, я был подростком. И девяносто первой год – это апогей, да? В Советском Союзе, в России это был апогей свободы. Это Белый дом, это путь, попытка переворота. И это как раз для меня было нормой, то, что люди вышли и... То, что я вырос среди свободных людей. И меня устраивала эта ситуация. Мои ровесники, которые не видели никогда никакого гула, а вдруг говорят, нет, вот об этом говорить нельзя. Они разговаривают по скайпу и говорят, ну не по скайпу об этом. Почему не по скайпу? О чём? Кто это скайп слушает? Кто сейчас слушает телефоны обычные? Я не знаю, может быть, так и есть. Но у людей включается внутренний цензор. И они запрещают сами себе говорить на какие-то темы. А как вам кажется, почему это происходит? Что это за такой механизм? Гены. Это такой ген бывшего населения Советского Союза. Мне кажется, гены, да. Это то, о чём... Опять-таки, возвращаемся к Бродскому. Это то, о чём он писал. В том, что эта эпоха, она корнями уходит в те времена. Она полностью вырастает из тех времен, когда убийство было нормой, казнь была нормой, когда рассказанный анекдот могли дать 10 лет без права переписки. Люди об этом слышали, люди об этом всосали это с молоком матери. И они боятся просто априори изначально. А для того, чтобы расцвело творчество, театральное творчество, как это произошло в 60-е, да, необходима не только система запретов. Необходимо понимание, во-первых, понимание, как мне кажется, понимание творческих людей о том, что они всё это делят на 16, о том, что всё это не всерьёз. Сейчас верят всерьёз, сейчас 30-е, сейчас серьёзно верят. И с пламенем в очах говорят, что Россия встала с колен. А когда всерьёз верят, юмора не возникает, потому что для этого нужно внутри себя разделить на 16 то, что говорится из телевизора, во-первых. А во-вторых, необходимо какая-то пеночка должна нарасти, потому что генетика, она же всё-таки вещь очень точная. И когда поколение за поколением у народа, у генома, у населения снимается верхняя творческая плёночка, которая нарастает, ну как бы сначала срезали всю верхушку, да, в 17-24 году, да, срезали всех, просто всех людей, у которых было образование, творческие способности, научные способности, философии, всё, срезали всех на всякий случай. Остались пролетарией. И потом додавливали тех, кто ещё случайно оказался, да, срезали. К 60-м, 50-м, 60-м годам выросло новое поколение, оно неизбежно образуется, оно никуда не делалось, оно осталось внутри страны людей, которые были способны к творчеству. Да, они как Ломоносова, они из народа выходят в любом случае. Их тоже срезали, как Бродского, да, в 70-х, в 60-х их выслали, их посадили, их обменяли, а они сами уехали, когда дали возможность. Выросло ещё тоненько-тонько, оно всё тоньше и тоньше становится, потому что гены иссякают, такая вещь, как картошка, она вырождается. А выросло ещё одно поколение, оно уехало в путинскую иммиграцию, оно уехало в 90-е. Для того, чтобы было кому давать творческий всплеск, нужно, чтобы была тоненькая плёночка. И сейчас я спрашиваю своих друзей, говорю, «Ребята, вот у вас сейчас там вот так вот, да, вот, вы наблюдаете какой-то всплеск театральной жизни?» Говорю, «Пока не видно. Не знаю, может, меня не знаю, может, некому, мог, не знаю. Хотя условия, на самом деле, в Москве сейчас гораздо лучше для театрального производства, чем помню я. Я был в апреле прошлого года, ездил и посмотрел несколько театральных площадок, которые в Москве построили. Не будем о средствах, о способах и истинных целях строительства этих площадок театральных, но они оснащены так, как Лондон не снилось. Там есть где делать театр, там есть техническое оснащение, там есть потрясающие совершенные места. То есть театру быть и быть, но пока не наблюдается». Почему в своём творчестве вы решили обратиться к Бродскому? Я дорос до Бродского. Я чувствую, как в последнее время я дорастаю до каких-то вещей, о которых меня предупреждала моя бабушка. Моя мудрая бабушка, она всю жизнь читала книги. Она водила меня в книжный магазин стоять ночью, а в очереди, в ожидании выброса. Это моё детское воспоминание, что за книгами нужно охотиться, что это драгоценность. И она мне говорила, она погибла в 2001 году, и она мне в последние годы говорила, когда-нибудь это растёжно Набокова, Мережковского и Бродского. Это были три величины, на которых она в последние годы своей жизни равнялась, те, кого она читала и перечитывала, то, что она выкристаллизовала из всей литературы мировой, русской в частности. Сначала я дорос до Набокова, потом до Мережковского. В последнее время я дорастаю до Бродского. Я дорос до него, и когда до него дорастаешь, Добродского можно или ещё не дорасти, или уже дорасти. Другого состояния нет, потому что он как бы... Это действительно одно из двух-трёх имён в XX веке. Я действительно считаю его просто знаком, человеком, который озарил вторую половину XX века. с собой. А когда до него дорастаешь, он начинает тебе говорить какие-то вещи, без которых ты уже не можешь жить. То есть ты его читаешь, он в тебе крутится, какие-то стихотворения впадают в тебя, и до тех пор, пока ты их не выучишь наизусть и не будешь носить их с собой, они будут там крутиться строчкой, двумя четверостиши, одним куском. И ты ходишь и думаешь, а вот после этого там что... И возвращаешься, берёшь его в руки, пока ты не посмотришь, что там, пока мысль не срастётся и не начнут прорастать сквозь твой мозг, ты не можешь успокоиться. Он настолько точно попадает в какие-то одним или другим произведениям, в какие-то твои ощущения, какие-то твои состояния, что... И вот эти вот ощущения и состояния мне хотелось принести, потом я прочитал Лосева, который сращивает воедино, как он прекрасно делает, да, историю Бродского, личную историю Бродского, биографию и его поэзию. То есть ты переходишь от анализа его стихотворения этого времени, которое даёт Лосев, к анализу жизненной ситуации, которую он очень хорошо знал, потому что они были близкими друзьями. И ты проходишь сквозь жизнь этого человека, понимаешь, почему и как, и при каких обстоятельствах он писал то или иное своё стихотворение, то или иное своё произведение, включая эссе, и ты проживаешь его жизнь вместе с ним, это становится частью твоей жизни. И он вдруг своей жизнью, всем, что он делал, всем, что он писал, он вдруг начинает тебе напоминать какие-то очень странные вещи. Например, вот мне он напомнил, он вывышел у меня, вдруг вышел, встал его в полный рост и сказал «Я тоже здесь». когда я читал «Станцию Виктория» Гаральда Пинтера, пьеса, которая на двух человек, она меня зацепила чем-то вот этим постоянным диалогом между тем, кого создали, и тем, кто создал, как я это прочёл. И вдруг вышел Бродский и сказал «Я тоже всю жизнь спрашивал, я тоже всю жизнь держал, очи небу, я спрашивал постоянно, я постоянно говорил со своим создателем, это про меня тоже». Я понял, что, да, действительно, его поэзия – это постоянный вопрос к своему создателю, постоянная серия вопросов. Он постоянно задаёт эти вопросы, и это про него тоже. И из этого текста Пинтера вдруг для меня начали выпадать стихотворения Бродского, как продолжение какой-то фразы. Вдруг я чувствую, что вот здесь можно было бы сказать тот и тот и тот стихами, если разворачивать эту мысль Пинтера. Я их положил просто на этот текст, сверху, физически. И тогда произведению Пинтера добавилось смысла для меня. И так постепенно из этого вырос совершенно новый материал, который называется уже не «Станция Виктория», называется «Станция Бродский», потому что это стало совсем уже про него. А есть какие-то мысли Бродского, ну, безусловно, не есть, которые вас заставили по-новому посмотреть на вашу произведенной ситуации, как вы видите. Ну, это постоянно происходит, да. Вы привыкли в какой-нибудь пример. Пример. Думать, да, вот он прав, вот он и так. У него есть прекрасная речь, опрещенная студентом Гарварда, если не ошибаюсь. Да, и там есть ряд мыслей, которые о человеку в возрасте за 40 может сказать молодёжи, которая только начинает жизненный путь. Одна из этих мыслей, да, очень много попаданий, одна из них, он говорит, никогда никого ни в чём не вините в своей жизни. Не вините ни своих родителей, ни своих учителей, не вините обстоятельства, не вините жизнь, не вините социум, в котором вы родились, историческую ситуацию. Не вините никогда ничего, вините только себя, будьте ответственны за каждый свой поступок. Я дословно не могу сказать, но именно эта мысль в том, что берите ответственность на себя и не делайте никого виноватым, не ищите виноватого. Да, не отвечайте на этот вечный русский вопрос, кто виноват и что делать. А уберите, кто виноват, никто не виноват. Просто берите ответственность на себя и идите. Для меня это абсолютная правда. Он всегда очень, очень часто высказывается на какие-то темы, он очень не завуалированно, не как это обычно бывает за туманом каких-то красивых слов, очень прямо и иногда даже немного цинично. Говорит какие-то вещи, расставляя какие-то точки над «и». Это очень важно услышать. Так же, как в поэзии. Он очень прямолинейный, очень часто, очень прямолинейный и очень иногда сознательно огрублённый язык. Он говорил иногда очень грубым языком. У нас в спектакле есть этот момент, мы сыграли на трёх словах, которые он использует в своей речи, совершенно как бы не стесняясь. Надыбал Боротынского. Это есть и он так говорил, он так думал. То есть, если он видел белое, он говорил белое. Если он видел чёрное, он называл чёрное чёрным. Никогда не боялся, как бы не было принято называть чёрное белое, а белое чёрным. Но он всегда называл вещи своими именами. Для меня это очень дорого. Исследуя его биографию, есть какие-то факты неизвестных широкой общественности, которые вы открыли? Наверняка. Я не то чтобы открывал какие-то факты, которые неизвестны, я связывал известные факты. Мне не очень хотелось лезть в неизвестные факты его биографии, потому что свою частную жизнь он достаточно тщательно охранял. Насколько я знаю, он все свои личные архивы, дневники, письма, все личные документы, он попросил на 50 лет оставить нетронутыми, до тех пор, пока живы люди, которым они обращены или которых они могут касаться. И оставил охранять эти тайны, охранять документы своих друзей ближайших. Даже не фонд Бродского, а просто ближайших друзей. Я считаю, что это совершенно правильно. Он отдал свои стихотворения. И кроме публикации, за деньги, разумеется, им можно практически свободно пользоваться в любых целях. Он отдал свои стихотворения для людей, которым они были написаны, то есть всем. А личную жизнь он попросил не трогать. И я считаю, что я не имею права нарушать его волю. То есть все факты, которые известны, о которых сняты фильмы документальные, о которых он говорил сам в интервью, о которых написано в каких-то произведениях, статьях, заметках или эссе его друзей, что, соответственно, он одобрил, иначе бы они не стали этого делать. Евгений Рейн не станет говорить о том, что не хотелось бы услышать Бродского. Барышников не станет напоминать о том, что не хотелось бы услышать Бродского. Лев Лосев не станет писать свои книги о Бродском, то, что он не хотел бы рассказать. Об этом я и говорю. Этого достаточно. На самом деле эти вещи, вот эти вот факты, многие из которых, как мне кажется, чуть-чуть приукрашают его, потому что он был гораздо, как я уже сказал, гораздо более неприкрытым человеком, гораздо более прямым. В каких-то местах он в каких-то эпизодах своей жизни он совершенно не выглядел рыцарем на белом коне. Я совершенно точно понимаю, что да, когда его пытаются представить благородным Ланселотом, нет, он был человеком из плоти и крови. Они сидели в ресторане в Ленинграде однажды, вспоминают очевидцы, и его женщину кто-то попытался приобнять, как-то прижаться к ней, пофильтровать. Он взял вилку и воткнул ему в руку. То есть это был человек, который делал так. Он был горячий, он был вспыльчивый, он был очень живой. И он так поступал. И это нормально. Расскажите немножко о его жизни в эмиграции, начиная с того момента, когда ему пришлось уехать. Я думаю, что это было самое тяжёлое время в его жизни, первые дни, но благо это были буквально первые дни. И, как известно, попав в Вену, его там встретили друзья, встретили люди, которые его ждали, он чуть ли не через 2-3 дня попал, встретился, его привезли познакомить с Уинстоном Оденом, поэтом, английским поэтом, перед которым он всю жизнь преклонялся. И вдруг он перед, естественно, человеком, который живет в Советском Союзе, не ожидает, что он может когда-то лично встретить Уинстона Одена. И тут вот он знакомится с ним. И несколько дней он жил в одном доме у Одена, потом они вместе поехали в Лондон. И, мне кажется, это немножко скрасило первые дни. А потом, да, потом, разумеется, всё завертелось, он начал наверняка немного привыкать, он начал набирать английский язык, он попал в Америку к проферам, которые устроили его Мичиганский университет, преподавать. И жизнь начала приобретать какие-то краски. Но сначала, разумеется, я могу себе представить, как ему было страшно. Я помню, как мне было страшно, потому что я не уезжал из Советского Союза, я уезжал из страны, в которую всегда мог вернуться. Я помню первые дни, когда ты совершенно на другом свете думаешь, зачем я это сделал. У него, конечно, такого вопроса даже не стояло, зачем он это сделал, потому что он этого не делал. Его выслали без права выбора. У него просто отобрали паспорт, сказали, всё, паспорта у тебя нет, ты уже передумать не можешь. Мне кажется, ему было страшно. Ну и первые годы, первые 12 лет он жил одной надеждой, хотя бы увидеть своих родителей ещё раз. И он употребил безумное количество усилий на то, чтобы пригласить мать, хотя бы приехать, навестить его, оставив в заложниках в Ленинграде отца. Ей так и не дали визу, она умерла. Передом, что просили, по-моему, все американские послы, за это время их сменилось три, по-моему, или четыре, госсекретарей писали письма лично. Это решалось на уровне государственных глав государства. Тем не менее, нет и всё. Из мести, просто из противодействия, нет и всё. Отец, который пережил мать на год, если не ошибаюсь, под конец, под последние дни уже был готов получить визу. Это было уже совсем другое время. И он не успел, буквально вот он умер. И когда у Бродского просто есть эссе полторы комнаты, оно написано через какое-то непродолжительное время после смерти отца. И оно посвящено воспоминаниям о детстве и этим двум людям. Это такая тоска о том, что он никогда больше не увидит этих... Даже всё, теперь уже даже надежды не осталось на то, чтобы когда-нибудь увидеть отца хотя бы, да, последняя ниточка оборвалась. И столько несказанного, столько не сделанного, и уже изменить ничего невозможно. Это, конечно, было очень тяжело. И он, я вижу это таким образом, он жил вот этой надеждой. Его семья, единственная семья. Он же не был женат, да. У него был сын, у него была Марина Басмана, с которой на ней расстались. У него были родители. Хотя бы увидеть их, не то, чтобы воссоединиться и пожить с ними ещё хотя бы немного вместе, а просто увидеть их. Это надежда. И он жил в домике, который ему предоставлял университет. Колол дрова, это совершенно другой быт. Очень холостяцкая жизнь, очень холостяцкий быт. Друзья-холостяки тоже такие же преподаватели, многие из которых тоже были эмигрантами, приходившие к нему в гости. А вот дом холостяцкая, нью-йоркская квартира. И насколько я это вижу, его жизнь в эмиграции была постоянным ожиданием чего-то. И что-то начало меняться, только когда не стало родителей. Тогда началась какая-то жизнь, сейчас. Это была жизнь в прошлом и немного в будущем, но не сейчас и не здесь. У вас какие-то вопросы есть к Бродскому? Может, лично, может, в плане его творчества, какого-то проявления? Вам что-то, может, непонятно? У него очень много непонятного. Вот о чем бы он его спросил? Я что-то, собственно говоря, и спрашиваю очень часто. Я все-таки верю в то, что какой-то интерес к его биографии он не остается им незамеченным, где бы он ни был. И один раз почувствовал. Это было перед спектаклем. У нас в спектакле очень много видеоряда. Очень много видеодизайна. Он очень важен для нас. И его, естественно, монтировал я своими руками. Днем я был часто занят. Мне приходилось это делать по ночам. И вот перед самым спектаклем я домонтировал какие-то вещи и засиделся до самого утра. У меня окно выходит в сад. Я видел уже начинать с рассвета. Вдруг я почувствовал, что я не один. Я понял, что он с интересом наблюдает за тем, что происходит. И я ему сказал... Я помню очень хорошо. В этот момент как раз я занимался одним из своих любимых моментов. Я сказал, ну вот, смотрите, Иосиф Саныч. Вот я сижу в 5-й час утра. Устал, как собака. Сижу сейчас, делаю вот это вот стихотворение. И по-прежнему все равно плачу. И слышал его много раз, и видел его много раз. И уже техника одна, да, технический. А все равно сижу и плачу. Ничего не могу сделать. Правильно все-таки я сделал, что взялся за этот материал. Потому что имеет смысл браться за какой-то материал, только если у тебя от него поднимается температура. Но у меня каждый раз поднимается температура от материала. Материал вот этого спектакля, стихотворения Бродского, фактов и биографии. У меня просто начинается жар. Настоящий, физический. Почему он вам так близок? Вы человек поколения более свободного. Вы не знаете, наверное, что такое вызовы в КГБ. Я не знаю, может быть, знаете. Вы не знаете, что такое, когда прослушивают постоянно телефоны. То есть, чем, откуда такой резонанс возник, как вам кажется, с этим автором? Мне кажется, он тоже был человеком очень свободным. Несмотря на вызовы в КГБ и все остальное. Он на это смотрел с большим недоумением. Он не понимал, что от него хотят. Он внутри был свободным человеком. Этот еврейский мальчик, который вырос в полутора комнатах коммунальной квартиры, в нищете, в послевоенном Ленинграде, в семье, которая всего боялась, он был удивительно свободным человеком. То, как он себя вел на суде. Он с недоумением наблюдал за этими судьями, с невероятным достоинством себя вел. И если бы он был запуганным и советским человеком до мозга костей, он бы велся совершенно иначе. Он с недоумением свободного человека смотрел на людей, которые занимались этими глупостями, не понимая, каким образом вообще мыслящий человек может так себя вести. Поэтому он мне близок. Человек, который остается свободным, несмотря на несвободу вокруг, это вот как раз мой тип. Поэтому, наверное, он мне так близок. Мне кажется, ему, может быть, даже доставляло некоторые неудобства эта слава. Потому что была замечательная история, когда он узнал о том, что ему присудили Нобелевскую премию. Процесс, естественно, шел не от него. Так и не бывает, чтобы человек сам инициировал процесс номинации на Нобелевскую премию. То есть он знал о том, что это происходит, но это же все может происходить годами. Не в этом году, а в следующем. А может быть, еще через какое-то количество лет, а может быть, и никогда. Бывает все. Процессы шли. Он ничего не ждал. Он приехал в Лондон. И он остановился у друзей в Хамстеде, у семейной пары. Они пошли с главой семьи, пошли в небольшой ресторанчик китайский. Сидели, ужинали. И в этот ресторанчик прибежала жена, его друга. Сказала, что дом оцеплен репортерами. Там все стоят с камерами. Приехали абсолютно все, потому что позвонили из Стокгольма, из Нобелевского комитета. И сообщили о том, что Иосифу Бродскому присуждена Нобелевская премия в области литературы. Он послушал, послушал, все начали поздравлять. Он сидел, сидел, говорит, начинается эпоха публичности. Вот уже стоят репортеры, и то ли еще будет. Это было правдой. Помните его знаменитое стихотворение, да? Я входил вместо дикого зверя в клетку. Он говорит, обедал, черт знает, с кем во фраке. Это он о Нобелевской церемонии. Это он о периоде Нобелевской. То есть это черт знает, с кем обедать во фраке, вместо того, чтобы сидеть и заниматься литературой. Потому что литература – это труд многочасовой. Это уединенность и работа. Когда тебе нужно посвящать какую-то часть дня, большую часть дня, обеданию черт знает, с кем во фраке, это мешает. Известный же, да? Известный проект Бродского, как он употребил свою славу, свое нобелевское влияние. Он обратился к американскому правительству с проектом, в котором не было для него абсолютно никакой коммерческой выгоды. Он предложил в каждом гостиничном номере Соединенных Штатов издать и положить вместо Библии или рядом с Библией сборник американской поэзии. Он считал, что нация становится нацией и улучшается качественно, если она читает своих поэтов. В этом не было абсолютно никакой финансовой составляющей для него. Абсолютно никакой. Но вот он таким образом, вот таким образом он видел свою миссию. Общество, люди, да, они должны читать поэтов. Только таким образом они становятся лучше. И он готов был большую часть своей жизни положить на то, чтобы заставить, привить привычку к чтению поэзии. Вы сказали в начале разговора нашего, что вас интересует самолюбви. Что вы поняли о любви? Ну, самое главное, что я понял о любви, это, это было сказано одной фразой в спектакле моего учителя, то, что невозможно любить друг друга в рабстве. Это я могу сказать совершенно точно. В служанках есть такая фраза. Собственно говоря, это основная мысль служанок. Невозможно любить друг друга в рабстве. То есть рабстве можно только ненавидеть. Любят друг друга свободные люди. Только свободные могут любить. Действительно, для того, чтобы любить и понимать музыку, нужно быть свободным. Поэзию может быть тоже. Вот это я понял, наверное, да, в последнее время очень четко. Спасибо. 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 Продолжение следует...